Сегодня я расскажу вам про передозировку опиатами. Это наркотики, происходящие от опийного мака, например, морфин, героин, кадеин или метадон. Все опиаты подавляют дыхательный центр. Если принять их слишком много, можно вообще прекратить дышать. Это основная причина смерти при передозировке. Ящик вырубит! Риск передозировки особо высок, если твоя восприимчивость к наркотику обострена из-за перерывов в употреблении. Если у тебя уже бывали передозировки. Если ты ослабел из-за болезни, если у тебя ВИЧ или хронический гепатит. Если ты употребляешь опиаты вместе с другими лекарствами или алкоголем. Симптомы передоза. Симптомы могут быть разные. Дыхание ослабело или прекратилось, кожа посинела или сильно побледнела. Зрачки совсем сузились. Потеря сознания, отсутствие реакций. Рвота. Булькающие, бурчащие звуки, хватание воздуха ртом. Эй, волк, волчара! Но лучше сфокусироваться на двух вещах. Реакция и дыхание. Позови друга по имени или громко крикни. Полиция! Отдас, менты! По три костяшками пальцев его грудь. Дышит ли он? Нужен примерно один нормальный вдох-выдох каждые пять секунд, чтобы выжить. Что делать? Во-первых, переверни его на спину и прочисти дыхательные пути. Затем попробуй искусственное дыхание. Придерживая голову и зажав нос, делай по два быстрых выдоха рот в рот каждые пять-семь секунд. Через тридцать-шестьдесят секунд следует оценить ситуацию. По мере поступления кислорода должен возвращаться нормальный цвет кожи, и дыхание может потихоньку восстанавливаться. Если можешь, вызови скорую для оказания профессиональной помощи. Если боишься полиции, не говори по телефону слово передозировка. Алло, тут мой друг ложкой подавился. Не бей, не пинай, не применяй силу. Не укладывай его в ванну и не давай пить. Он может подавиться и задохнуться. Не бросай его одного. Если никто не поможет, он может умереть. Не делай никаких инъекций, кроме налоксона. Вместо помощи это может ухудшить ситуацию. Налоксон. Налоксон – это опиоидный антагонист или героиновый антидот. Он действует при любой передозировке опиатами, но никак не влияет на алкоголь, стимуляторы вроде винта или таблетки типа реланиума и феназепама. Налоксон надежен. От него передозировок не бывает. Одна доза налоксона – это один миллилитр или 0,4 миллиграмма налоксона. Инъекцию следует делать внутримышечно, в плечо, в голень, в ягодицу. Не трать время, пробуя уколоть в вену. Это не нужно и не даст лучшего эффекта. Налоксону требуется 1-3 минуты, чтобы подействовать. Если твой друг не показывает признаков жизни за это время, сделай еще один укол. В промежутке продолжай искусственное дыхание. Окажи пострадавшему поддержку. Налоксон блокирует опиоидные рецепторы. Его действие длится от 45 до 90 минут. Из-за этого твой друг, очнувшись, может почувствовать, что его ломает. Но не стоит ставиться по новой, пока налоксон действует. Это может вызвать новую передозировку. Слышь, Ваня, что это со мной было-то? У тебя был передоз, и я вколол тебе налоксон. Ты лучше приляг, а я посижу тут с тобой, пока ты в себя не придешь. А потом мы с тобой пойдем к доктору, потому что после передоза могут быть осложнения. Так и так, пора бы нам сходить в больничку. Ну ладно.